Пишем пионы. На первом этапе наносим пятна в теневые участки. Марс коричневый темный, травяную зелень и совсем немного кроплак фиолетовый прочный. Также можно эти краски заменять на другие подобные оттенки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Наносим синеватые оттенки, в данном случае это индиго. Тени пишем без белил, листировочным слоем краски. Намечаем пионы в теневой части. Здесь подойдет кармин или кроплак. Для насыщенных оттенков в серединах бутонов берем оттенки яркого красного. Это может быть пурпурный цвет. Местами можно добавить теплые оттенки красного. Кадмия оранжевый. В белый пион наносим индийской желтой. И делаем цельной форму бутонов. Вот таким растиранием ветошью. В белый пион наносим индийской желтой. Субтитры подогнал Игорь Негода. Прописываем бутоны, добавляя в оттенки красного белил. И поочередно пишем свет и тень бутонов. Следим за поворотом лепестков. Те, что в середине смотрят внутрь бутона, а те, что снизу как бы вывернуты наружу. Добавляем немного сиреневатых оттенков. Кисти я использую разные. Чаще пишу свет щетиной, а тень синтетикой. Кисть применяю разных размеров. Здесь подходит и 10, и 8, и 5 номер. Поочередно прописываем форму каждого бутона. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь я перешла к черешне, наметив ее форму. Сначала тень, затем полутень. Продолжение следует... То же самое с черешней на блюдце. Наносим общее очертание смесью марса коричневого и немного кармина. В полутонах в эту смесь добавляем больше красного, а на свету белил. Чтобы не увлекаться деталями, лучше постепенно переходить от одной части натюрморта к другой. Сейчас я пишу вазу. На самом деле это старая сахарница, но она очень подходит к букету пионов. Наносим тень смесью индиго, белил и кармина. Здесь нужно аккуратно, понемногу замешивать цвет, поскольку как индиго, так и кармин очень глубокие цвета и сразу дают темные оттенки. В светлые части добавляем в смесь белил и кладем на поверхность холста по форме, то есть повторяя округлые очертания вазы. Одновременно пишем ручки и блюдце. Возьмем вазу. Возьмем вазу. Под черешней наносим тень, сиреневато-синими оттенками. И вновь свет на блюдце. На вазе прописываем декоративную роспись. Буквально несколькими мазками. Тонкой кистью прописываем веточки черешни. Бутон белого пиона в тени это оттенки синего, зеленого, а на свету разбавленные с белилами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Этот цветок самый светлый из всех. Свет на нем пишем белилами с добавлением желтого. Эти же цвета повторяются затем в драпировке. Свет на нем пишем белилами с добавлением желтого. Обращаемся к фону, немного прорабатывая форму цветов. Пишем блики белилами на вазе и черешне. Прорабатываем форму блюдца. А также углубляем цвет и тон стола марсом коричневым с добавлением кармина. Можно немного сгладить тень. Уточняем форму вазы. Прорабатываем фон и касание. Здесь используются те же цвета фона, что и в начале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Пишем листья. В листьях есть теплые и холодные оттенки. Для холодных берем окись хрома, смесь лазури с белилами и охрой. Для теплых травяную зелень и индийскую желтую. Придаем листьям свисающую форму. На свету добавляем немного белил. Местами чуть больше желтого. Здесь я решила добавить маленький нераспустившийся бутон. А.Кулакова Тонкой кистью прописываем веточки черешни, прокладывая свет и тень. Уточняем детали. На плоскости стола добавляю отражение. В фон добавляю бирюзовых оттенков. Это смесь лазури с белилами. Уточняем лепестки на краях, подчеркивая свет. Детализируем передний план, форму вазы и черешни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова В тени добавляю немного синего. Добавляю блики на ручку вазы. И немного рефлексов черешня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Отдохнов от натюрморта, я еще углубила тени на центральном бутоне и подровняла дно вазы. С вами была Екатерина Зайкова. Подписывайтесь на канал и до новых встреч! Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова